Здравствуйте, дорогие друзья! Прошу прощения за мой вид, я сейчас путешествую, но многие-многие люди мне сейчас начали писать, звонить, что происходит с Израилем, с Украиной, с Арменией, с Азербайджаном и так далее, и так далее, и так далее. Ответов у меня на все вопросы нет, это к полковнику Пинковскому, там, к Арестовичу, ко всей этой брате, я как раз сегодня зашел к своему хорошему другу, и вижу, он там Романенко слушает, еще кого-то, я говорю, кого-то слушаешь, он говорит, я знаю, мне просто приятно слышать, что Путин скоро умрет, что у него ничего не получается, у Путина приятно слышать, потому что устал от всего. Ну и, конечно, люди слушают, потому что это приятно слышать, но когда мы все время слушаем, что нам приятно слышать, вот мы оказываемся в такой ситуации, теперь такая немножко паническая ситуация, где люди паникают. Я не знаю, у меня нет ответов на все вопросы, но у меня есть какие-то размышления, какие-то догадки, что ли, по этому поводу, и чтобы не игнорировать вас, всех людей, которые мне сегодня пишут и спрашивают эти вопросы, я решил вот ответить, создать такое чрезвычайное, значит, видео во время моего путешествия. Что же происходит? Ну, я думаю, что в Израиле это закончится, говорил со своими товарищами оттуда там, я думаю, что закончится, к вечеру закончится, но, конечно, уже смерти, пострадало много людей, убитых, взятых в плен. Зачем они это делают? Понимая, что Израиль все равно их сейчас разобьет, раздавит, будет еще больше жертв. Они взяли в плен, они взяли даже мертвые тела израильтян, они будут потом на своих террористов менять. Потому что Хамас поклялся, что он освободит всех своих террористов из Хамаса, и таким образом они этого добьются. Потому что они все время такое добиваются в Израиле. Что происходит в Украине? В Украине продолжают гибнуть дети, продолжают, опять же, те же самые террористы, что и Хамас, только называется «Русский мир». И они занимаются точно таким же терроризмом. Нападают на Украину, бомбят, убили детей. Ну и тут, и там я протестую, мы протестуем против мировой общественности, против Запада, что он игнорирует это все, что сидят и смотрят на это. Что опять же призывают к миру, призывают озабоченность и так далее. Почему, спрашивается вопрос, до сих пор небо над Украиной не закрыто. Почти два года война. Сегодня уже сидят атакамс. Пентагон уже говорит в открытую у нас атакамс уже на бортах самолетов. Самолеты стоят на взлетных полосах, заряженные, заправленные и ждут отмашки. Отмашки нет. Россияне пока что используют этот момент бомбить со своей территории и убивать детей и гражданское население Украины. Продолжают эту туристическую войну. Мы продолжаем беседовать, мы продолжаем отвлекаться на разные вещи. Вот теперь Трамп спикером может быть, да не будет Трамп спикером. Ну перестаньте. Во-первых, он сказал, что это время. Во-вторых, за него никогда не проголосуют там все республиканцы и все демократы. Поэтому. Или хотя бы какие-нибудь демократы. Поэтому это все отвлекающие нанеры. Это все еще вот идет борьба. Еще вот опять там Трамп сказал. Надоело. Мы смотрим на вот эту большую. Что же я думаю происходит? Происходит такая вещь. Почему это случилось сейчас? Ну, во-первых, Иран получил 6 миллиардов долларов. То есть он смог финансировать Хамас. Это напрямую идет. И Хамас смог атаковать Израиль в годовщину 73-го года. Война судного дня, Йон-Кипур. Она случилась в Йон-Кипур. Сейчас Сымха Туэра. Тоже такой веселый праздник сегодня. Еврейские всех евреев и неевреев сочувствующих. Поздравляю. Когда Бог нам дал Тору. Сейчас все веселятся. Выпивают. Это один. У евреев нету много веселых праздников. Но вот это вот один из них такой веселый. Кстати, в Советском Союзе это был, по-моему, такой вот, я помню, это был единственный такой праздник. Когда вся еврейская молодежь собиралась там возле, когда или было, да, там синагога или в Москве, например, она существовала. Много тысячи собиралась. Там как раз знакомились между собой. Это был вот этот праздник Сымха Туэра. Веселая или счастливая Туэра. Но в 73-м году, в этот день, 7 октября, это был Йон-Кипур. Это, в принципе, сегодня началась война. Потому в старом, в 73-м году. Это война. Так что это было, это не случайно. И вот Иран это спонсирует, потому что мы дали ему денег. Теперь Хамас должен избавиться от своих старых ракет. Они не могут ими пользоваться против израильтян. Израильтяне их собьют. Все это без луков. Поэтому у них, что они делают? Они их отдают России. А Россия за место этого им будет поставлять или вот эти вот шахиды, которые они делают теперь тысячами, которые будут лететь на украинцев, и снаряды, стрелять по Украине этими снарядами, которые получат они, это старье советское от Хамаса. Поэтому круг замкнулся. Они все вместе. Террористы. Как уже много раз говорил, что если я что-то знаю, если у меня есть хоть какой-то опыт в чем-то, так это в борьбе с террористами. Террористы все связаны между собой. Террористы все выходцы из Советского Союза. Но теперь из России. Поэтому они все связаны. Они все друг друга знают. И вот теперь этот треугольник Хамас. Хазбулатом тоже участвует. Алкайда. ИГИЛ. Ну это все. Они примерно с одной идеей. Иран. И Россия. И страдает от этого, вот где общие теперь находятся, между Украиной и Израилем. Это то, что против них и на них сыпется от одного и того же места. От одних и тех же мест. Ноги растут из одного и того же места. И пока мы это не осознаем, пока мы тоже не соберемся все вместе и не ударим по ним, они будут вот так нас терроризировать, уничтожать. Будут гибнуть наши дети. Будут гибнуть наши города. Дальше, что я думаю. Почему же это происходит? Смотрите. Когда это происходило? Гитлер был Чемберленд. Было в Европе слабое правительство. В Америке было слабое. Рузвельт играл. Хотел сесть на все стулья. Евреи для него не играли большую роль. Отправил Сент-Луис. Корабль все время обратный. И Гитлер понял, что он имеет дело со слабаками, кроме Сталина. Поэтому он с ним вошел в пакт. Вот эти два бандита, два террориста, они-то и договорились. А весь остальной мир топтался. Топтался на месте. Когда закончилась война в Янки-Пур? Когда был Никсен? Когда закончился Вьетнам? Когда был Никсен? Он закончил эти войны. С Китаем договорился. Ну, ему это не простили. Он был враг, антисемит. Он был все что угодно. Его все-таки надо было завалить. И завалили Никсена. Но при нем воины останавливались. Когда войны начинаются? Опять же, когда слабые лидеры. Иран. Когда создался Иран, был слабый лидер. Мировой лидер был Картер. И вот тогда создался Иран. Сегодняшний Иран. Шаев Иран. Пришлось уйти. Приехал в Америку. И пришли Айатолос. Потому что был слабый лидер. Слабые лидеры были в Европе. Картер слабый лидер. Потом пришел Рейган. И Иран сразу же заткнулся. Пришел Рейган. И Китай сразу же тоже присел. Пришел Рейган. И развалился Советский Союз. К счастью, с Рейганом пришла и Маргарет Тэтчер. Это сильные лидеры. Это настоящие лидеры. Не популярны они были. Если вы вспомните. Кто из вас помнит эти времена? Как ругали Рейгана? Диктатор, актеришка. Все то же самое. Ничего эти леваки, слабаки придумать нового не могут. Пришел Обама. И тоже началось. А при Картере еще начался Афганистан. Советский Союз вошел в Афганистан. А при Рейгане уже, конечно же, все это закончилось. И Афганистан, и Советский Союз вместе с ним. Сильный лидер. Потому что он сказал, что войны будут космические. Стар Ворс. Звездные войны. И я вас разбомблю. И вы меня не можете шантажировать ядерным оружием. И все это произошло. И вот вам Чернобыль. И так далее, и так далее. В общем, потом у нас начались опять слабые лидеры. Клинтон, Югославия. Ну, Буши тоже были. Буши это примерно то же самое. Потом при них начались эти войны тоже. Потом пришел сильный лидер. Пришел сильный лидер. И у нас заканчивались войны. В Сирии закончились войны. И мы сегодня видим, что происходит в Сирии. Пришел Трамп. И войны стали заканчиваться. И все сидели тихо. Северная Корея. И Россия. С нефтью по 30 долларов за баррель. Или по 50 долларов. В общем, Россия теряла деньги тогда за это. Но потом требовали, чтобы пришел Байден. Приде. Порядок навиде. Обратно. Обамовская система вернулась. И опять у нас начался Израиль. Опять у нас начался Украина. И вот теперь только они вернулись уже с большей силой. С большей силой. Если при Обаме еще в Израиле было не так тяжело. И в Украине там. Да, Крым, Донбасс. Ну, Украина все-таки полномасштабной войны не была. Пришел Трамп. Это все прекратилось. Прекратились войны в мире. Как только пришел опять слабый лидер. И слабые лидеры в Европе. И слабый лидер в Канаде. Вот так и все они распустились. И здесь началось. Поэтому пока не придет сильный лидер. У которого вокруг него сплотятся сильные люди. Которые будут непопулярные. Которые не будут говорить. Все приходите. Мы все друзья. Заходите. Двери открыты. Холодильники открыты. Насилуйте мою дочку. Конечно же все хорошо. Мы все должны дружить. Будет хаос в мире. Так человечество устроено. Послушайте Михаила Йосифовича Веллера. Пожалуйста. Послушайте. По-моему он выступал. Да. Это так. Идет прекрасное объяснение этого всего. Так что я. Мир Израилю. God bless America. Слава Украине. Мы сплотимся. Мы стая. Они все равно стадо. Рано или поздно. Придет сильный лидер. И чем раньше он придет. Тем меньше жертв будет. Чем раньше он придет. Тем меньше детей будет гибнуть. Всех детей. Еще раз. Всех с праздников Сенха Тойра. Веселиться наверное сегодня. Сегодня будет сложно. И в Украине. И в Израиле. Да и во всем мире. Но. Духом мы не падаем. Держим строй. Капитан Юра. Over and out. Продолжение следует. Продолжение следует...